Уильям и Нора Андерсон были ведущими пионерами адвентистской миссии в Южной Африке, где они способствовали расширению миссионерской деятельности. Совершая свое служение по всей южной части континента и занимаясь организационной деятельностью, Нора заболела и, не оправившись от тяжелейшего осложнения тропической малярии, умерла. Через несколько лет Уильям снова женился на девушке по имени Мэри Элизабет Перин. Супруги служили в Анголе с 1924 по 1933 годы. В течение этих девяти лет Уильям, занимая должность руководителя унионной миссии в Анголе и используя свой опыт, занимался евангельским служением. Андерсены изучали возможные локации, где они могли бы открыть миссионерские учреждения. Вдвоем они бы не справились со всем объемом работы, поэтому к ним на помощь в Анголу приехали другие миссионеры. В восточной части страны были созданы новые миссионерские учреждения, были открыты миссии «Лукус» и «Лус». Здесь предлагали медицинские и образовательные услуги. Благодаря принципу служения Христа многие узнали об адвентистской вести. Сегодня в Анголе больше полумиллиона адвентистов седьмого дня. По статистике, каждый 59-й человек является адвентистом. Один из них – Джоэл. Этот мужчина на протяжении своей жизни успел исследовать учения нескольких христианских деноминаций. У него было много вопросов, но ни одно изучение не могло его полностью убедить. И, наконец, он оказался в адвентистской общине. У меня была проблема с машиной. У нее не хватало одной детали. Мой друг из Шакати был пресвитером церкви адвентистов седьмого дня. И я отправился туда, чтобы попросить его найти мне человека, у которого есть эта деталь. И он помог мне. Друг Джоэлла предложил ему в следующую субботу вместе с ним посетить церковь. После субботней школы и проповеди Джоэллу подарили книгу, в которой он нашел ответы на многие вопросы о Боге. Я, не отрываясь, читал «Великую борьбу». Затем мне принесли несколько буклетов. Я внимательно изучил их, а потом стал раздавать эти буклеты другим людям. Изучив все источники, которые он только смог найти, Джоэлл решил, что хочет следовать принципам адвентистов седьмого дня. В своей церкви он поделился тем, что ему открылось, и вся община приняла эту весть. Сегодня они каждую субботу прославляют Бога и продолжают изучать Божье слово. Адвентистская весть распространяется в Анголе разными путями, но у них есть реальные нужды. В этом квартале часть пожертвований 13-й субботы пойдет на развитие четырех проектов в Анголе. Строительство церкви и начальных школ, открытие консультативного центра и мужского общежития. Ваши приношения помогут послужить нуждающимся. Пожалуйста, присоединяйтесь к сбору добровольных пожертвований, чтобы больше людей в Анголе узнали о любви Иисуса Христа. Продолжение следует... Продолжение следует...